Захоронение со спорами сибирской язвы в ауле Беслиней находится под угрозой затопления. Такой вывод сделали сотрудники Россельхознадзора Республики. Уже много лет угроза распространения сибирской язвы остается высокой, а принятые меры недостаточны. Подробности у Али Баташева. То, что мы видим, это является сибирязным захоронением, которое находится непосредственно близко, где-то в одном километре населенного пункта аула Беслиней. И, как мы видим, он располагается где-то приблизительно в 55 метрах от устья реки Большой Зеленчук. На этом месте 31 год назад в бетонном саркофаге захоронили останки животного, зараженного сибирской язвой. Эта болезнь опасна как для животных, так и для человека. Стоит в одном ряду с такими заболеваниями, как чума, холера и имеет высокий процент смертности, говорят в Роспотребнадзоре. Споры сибирской язвы могут сохраняться в земле десятилетиями. Поэтому по действующему законодательству утилизировать скотомогильник можно лишь через 50 лет. В случае, если этот саркофаг будет размыт и разрушен, то если там сохранилась эта инфекция, вероятность такая существует, как я вам сказала, то это может быть вторичное заражение, вторичные почвенные очаги. То есть эта инфекция может быть отнесена куда-то по течению, на какие-то другие сельхозугодия, там, где будет крупноргатый скот. Таким образом будет передача инфекции. В октябре этого года, после паводка, русло реки Большой Зеленчук раздвоилось. Вода приблизилась к захоронению на расстоянии около 4 метров, что явилась угрозой затопления и размыва объекта. Северокавказское управление Россельхознадзора выявило право нарушения и обратилось в администрацию. Аула Беслиней, которая приняла меры. На сегодняшний день администрации сельского поселения сделано то, что вы видите вот эта дамба из гравия, что является ненадежной защитой от затопления. Дамба, как мы видим, она представляет собой гравий. Это камни и песка опять при наводнении, что ее быстро размоет. И есть опять прямая угроза распространения себе разного захоронения. Кроме того, на данный момент мы видим, что непосредственно в близости от захоронения, что протекает тоже опять река. Скотомогильник расположен всего в 55 метрах от поймы реки. Меры, принятые администрацией аула Беслиней, недостаточны. Без проведения берегоукрепительных работ проблема не будет решена. Вода, несущая жизнь, может стать переносчиком опасного заболевания. Для жителей Карачаева-Черкесии, Ставропольского края и других регионов страны. Говорят сотрудники Россельхознадзора. Али Баташев, Расул Бердеев, Али Бастанов. Вести Карачаева-Черкесия. Хабецкий район.